здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас вторая часть видео джемпера от red valentino сегодня мы вяжем рукав девчонки расчеты формулы по вязанию рукава больше ничего как бы в этом видео не будет это вторая промежуточная часть этого джемпера недостающую часть первую часть увидите я вам оставлю ссылочку под видео в описании либо в конце видео всплывающем окошке видео вот эти рекомендованные кто не вяжет джемпер кому нужно катар расчета кота рукава пожалуйста это видео для вас так что вот так и так что у меня есть у меня есть передняя деталь до проймы довязанная и я уже один рукав связала просто проверила и фотография которую мне нужно повторить в общем смотрим из фотографии там девчонки на нити 5 квадратов в оригинале но они у нее меньше чем у меня я измерила свой рукав то есть длину своего рукава у меня где-то 60 сантиметров и теперь я измеряю вот эти вот квадратики на основной детали так я меряю всегда я всегда первым делом вижу спинку а потом по спинке отмеряю как бы здесь нам нужно сопоставить еще и квадраты поэтому девчонки кто вяжет именно этот джемпер считаем вот таким вот макаром у меня здесь 31 31 сантиметр это значит что мне нужно 4 квадрата то есть чтобы было 60 сантиметров плюс там в конце окат у меня но я не буду об этом говорить то есть в моем случае это 31 это 4 квадрата чтобы получилась длина рукава моего нужного 60 сантиметров это я уже взяла с таким вот запасом хорошим ну то есть чтобы был такой рукавчик как в оригинале то есть что это значит еще раз на 60 сантиметров у меня нужно 4 мне нужно 4 квадрата связать то есть я начинаю точно так же если у вас короче вы смотрите что здесь у вас вверху будет квадрат законченный забираем отсюда либо добавляем вниз то есть снизу корректируем потому что здесь вот смотрите пройма должна начаться на том же уровне что и на основной детали то есть здесь я вот закончилась закончила в половине квадрата ну там у меня не половина это не довязано то меня 9 вот этих вот рядов но в общем там где начинается пройма там начинается окат рукава то есть корректируем мы снизу внизу добавляем или убираем как бы эту квадрат я имею ввиду у меня вот прекрасно получилось на 4 квадрата теперь как я считаю ширину рукава ширина рукава я вот это уже у меня уже кстати разутюженная деталь и я считаю ширину рукава вот у меня как раз смотрите одна клетка по центру все как в оригинале далее пол клетки это будет 15 сантиметров половина клетки то есть всего две клетки половина здесь половина здесь и теперь смотрю вверху сколько я что это значит что здесь у меня вот я нарисовала 1 2 1 2 раппорта здесь целый раппорт и здесь у меня 27 петель здесь у меня если 27 у меня раппорт делим пополам это 13 с половиной округляю до 14 петель то есть всего у меня здесь 55 петель я набираю теперь я считаю сколько мне нужно добавить значит ширина рукава вверху 20 сантиметров вот мне нормально вы меряйте по себе значит для меня 20 сантиметров это нормально раз два три до конца раппорта не хватает три петли вот видите здесь раз два три это значит что раппорт у меня что здесь как бы финальной точки рукава раппорт у нас 20 здесь у нас остается 27 здесь 27 минус 3 петли которые там отнимаются здесь 24 петли 24 петли это финальная точка моего рукава значит первый рапорт как бы первый квадрат я вяжу ровно здесь я не делает добавление здесь на этом участке мне нужно сделать равномерные добавления я считаю вот кстати вот давайте я вам покажу этот рукав у меня уже связан я просто рассказываю показывать буду окат сейчас мы его посчитаем вот значит вот я набрала свои 55 петель провязала один квадрат нужно уже убрать провязала один квадрат ровно и далее я добавляла петли мне нужно добавить 14 24 10 петель с каждой стороны то есть всего 10 добавлений 10 раз теперь мы считаем высоту квадрата 1 2 3 48 рядов так квадрат у меня высоту 48 рядов а здесь у меня не довязано сейчас скажем скажу 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 36 то есть здесь я нахожусь на 36 вот она . не довязан квадрат а здесь у меня квадрат 48 48 плюс 36 это у нас будет восемьдесят четыре ряда что что это я считаю это я считаю количество рядов которая у нас будет использована для добавлений вот они от с этой точки с этой точке по вот эту точку это 48 один квадрат и 36 и 36 2 квадрат это у меня восемьдесят четыре ряда вот если считать и мне их нужно разделить на десять добавлений то есть это в каждом восьмом ряду вот если на 10 разделить восемь четыре остальные ряды довязать или здесь в общем или здесь четыре ряда провяжите до первого добавления либо после последнего после последнего добавления эти четыре ряда они как бы большой роли не играет то есть понятно да что добавление у нас идут каждом восьмом ряду я добавляю в лице начале в конце то есть вот мой участок с добавлениями теперь я приблизилась сюда и у меня здесь семьдесят пять петель получилось сорок восемь семьдесят пять петель у меня получился на выхлопе получилось 75 значит 75 петель у нас рукав теперь нам нужно рассчитать окат рукава сейчас я его рисую это у меня сгиб да это у меня там идет дальше рукав и окат действуем по классической схеме делим окат рукава на три части вы можете этого не рисовать можете себе нарисовать значит что мы делаем это у нас рукав из семьдесят петель делим на 2 так у нас получается 37 петель здесь всего вернее ну да 37 и 1 по центру вот одна петля она у нас здесь центральная будет до которая осталась далее у нас 37 петель что мы с ними делаем мы их делим на три части то есть вот эти вот три разные части это получается 1126 и 1 в остатке что это значит здесь у нас 12 петель здесь 12 и здесь 12 одну петлю мы добавляем либо сюда либо сюда то есть то что у нас в остатке либо мы на две части распределяем равномерно либо в одну часть добавляем я добавлю сюда плюс один то есть здесь у меня 13 петель что далее делаем определили то есть на три части разделили значит вот эту вот часть первую часть мы делим на опять же делим на две части девчонки здесь не пугайтесь тут как в принципе то небольшие ну несложные раз это расчеты 12 делим на 2 12 делим на 2 равно 6 это две части по 6 петель 6 и 6 значит первую часть мы делим на 3 равно 2 значит это у нас 3 и 3 сокращения все буду вам показывать далее вторая часть часть по единички 12 раз то есть здесь мы ничего не считаем то им берем вот это число и по одной петле мы сокращаем и третью часть мы делим на 3 ой 12 одна там она уйдет в центральную часть разделить на 3 равно 4 то есть здесь у нас 4 сокращения по 3 петли все весь расчет что в остатке здесь вводим как бы в центральную здесь у меня получается что здесь остатки одна вот это дополнительная она же будет и с другой стороны то есть здесь по центру у меня получится тоже троечка я думаю понятно теперь на практике значит я довязала вот до этой точки до проймы и теперь что у меня здесь два раза по три петли это значит что я в начале каждого ряда будут делать эти сокращения 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 здесь нарисована только одна половина рукава вторая точно такая же мысли надо ли сможете рисовать как бы весь рукав целиком целиком можете не рисовать вообще ну она когда нарисована она она выглядит более наглядно значит три петли я закрываю один два три и вяжу по узору до конца ряда в изнаночном ряду в начале делаем то же самое то есть закрытие петель у нас в каждом ряду с обеих сторон раз до 3 и вижу ряд до конца далее у нас будет снова 3 потом 2 2 2 то есть в каждом ряду у нас теперь будут сокращением у нас нет холостых рядов в каждом ряду мы делаем эти сокращения так дешевле что хочу вам показать не буду прямо на глазах ваших вязать потому что я думаю кто уже собрался этот джемпер вязать то уже это точно не новички значит вот они 33 и тем более черные нитки здесь не видно значит вот 2 2 2 петли и дальше у меня пошло по одной петле и всего их будет по 12 вот они смотрите в другой стороны с обеих сторон это все три три раз два три по 2 и далее по одной петли и потом уже верхушечка итак вот смотрим как это выглядит уже я нахожусь вот в этой вот точке то есть я все 12 сделала вот этот вот сектор сделала 12 сокращений видите и осталась сама шляпка которую я закрываю у меня здесь должно быть с каждой стороны по четыре раза по три петли нет у меня здесь белая ниточка итак начали каждого ряда так ну и будет девчонки смотрите что у меня получается в конце 9 петель я закрыла то есть последний раз я не делала как три потом это закрытие ну как бы последнее последний сектор по 3 я не делала я просто 9 петель закрыла и получается вот такой вот прекрасный окат вот если смотреть про зутюжином видео так вот а здесь кстати у меня три вот видите что я так вот так вот он выглядит в разутюжином виде все ровненько очень аккуратненько вот в этом видео мы с вами прощаемся следующем у нас будет расчет троймы и мы будем вот я же говорю это мой способ я сначала всегда вижу окат рукава и потом под окат подгоняю как бы пройму вот поэтому следующее видео у нас будет с проймой сейчас у нас окат рукава вы вяжете готовитесь кто вяжет кто ждет ждет следующей детали вот у меня вот такие вот рукавчики я с вами на сегодня прощаюсь с вами была века школа рукоделия всем пока пока пока